Микс Ньюс Каждый вторник после 14 часов В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема» Её ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук Аналитическая программа И что же это означает? Обзор важнейших событий Латвии и мира Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире Слушайте на Радио Болтком «Есть тема» У нас одна минута, слушай, последний вопрос Добрый день, сегодня вторник, в эфире программа «Есть тема» Её ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук Мы не пересказываем новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и мире У нас есть телефон на прямом эфире 67-212-939, 67-213-939, если у вас будет что сказать по теме, звоните Мы серьезно думали, не начать ли сегодняшнюю программу ни с латвийской повестки, как мы делаем это обычно О событиях из международной политики Но потом решили все-таки не менять привычную нам структуру, но, конечно же, о происходящем в Иране О Соединенных Штатах и других участниках этих событий мы поговорим обязательно Но начнем все-таки с латвийских событий И вот первое, что мне хотелось бы обсудить, это новость, которая появилась еще в конце, в самом прошлого года Но она важна, и фактически она будет определять, как минимум, ход событий в ближайшие полгода Президент Латвии Эдли Левиц по инициативе или по просьбе оппозиционных депутатов Сейма Остановил поправки к правилам о проведении досрочных выборов в Вележскую думу Как, может быть, наши радиослушатели помнят, правящая коалиция хочет изменить срок, на который выбирается новая дума Вместо полутора лет, чтобы это было сразу пять с половиной И президент согласился, он не мог не согласиться с оппозиционными депутатами И остановил эти поправки Таким образом, сейчас, уже, по-моему, 16 января начнется сбор подписей Они будут переданы на процедуру сбора подписей И если будет собрано 155 тысяч, как минимум 155 тысяч подписей То тогда по этим поправкам будет проведен референдум Скажем честно, вероятность того, что 155 тысяч граждан в течение одного месяца захотят прийти и подписаться, довольно мала Но, тем не менее, этот сбор подписей, он имеет значение Но, насколько я понимаю, просто оппозиционные партии воспользовались своим правом затянуть процесс Да, это, конечно, пункт номер один Есть ли там какая-то другая цель? Ну, во-первых, да, затянуть процесс, потому что Поднять рейтинги Все вместе, да До этого коалиция надеялась, что уже не 16 января они примут окончательное решение о распуске думы И буквально тут конец февраля или марта пройдут досрочные выборы Сейчас понятно, что в этот график они не укладываются, потому что минимум месяц будет идти сбор подписей По-моему, там до 14 февраля получается И затем, в зависимости от результата, либо будет объявлен референдум подготовка к нему, либо нет Формально эти поправки, они не мешают распустить сейм Это поправки, касающиеся именно порядка организации досрочных выборов Но коалиция, конечно же, хочет рассматривать все одним пакетом Если возникают сомнения, что следующие выборы будут проведены по тем правилам, как им хочется Они предпочитают все это притормозить То есть сейчас примерно неофициально, скажем так, график будущих событий выглядит так Что, значит, дожидаются сбора подписей Сбор подписей проваливается Тогда уже сейм голосует за распуск реческой думы И апрель или май, тут версии расходятся, могут состояться досрочные выборы в реческую думу И зачем согласие с другим оппозиционным партиям это нужно? Несколько моментов Во-первых, деньги Как мы помним, согласие с бюджетами беда И как раз-таки только в начале января поступит первый транш уже из большого финансового поступления Который теперь будет выделяться политическим партиям из госбюджета И, конечно же, дождаться этих денег Чтобы, как минимум, решить, может быть, проблему частично с долгами С частично другими организационными вопросами Это важно Если бы выборы действительно происходили в конце февраля, начале марта Ну, партия просто бы не успела прийти в себя И не было бы возможности для нормальной предвыборной рекламы и гонки Хотя формально эти деньги вроде как нельзя участвовать на предвыборную кампанию Но понятно, что для поддержания всей организации на плаву эти деньги очень нужны Ну, и, в принципе, то же самое можно сказать и к другой оппозиционной партии Это Союз зеленых крестьян, которые также поддержали этот призыв Почему бы нет? Ну, значит, это был первый пункт И тут хочется процитировать фильм в тот самый Минхаузе Во-вторых, первого достаточно Ну, не только Во-первых, на самом деле, это, конечно, смущало, наверное, всех коллекционной партии Что если бы выборы происходили в конце февраля, в начале марта Было бы просто очень мало времени для предвыборной кампании Как всегда, на скамейке запасных пустуют места То есть нужно раскручивать каких-то лидеров, какие-то лица Просто заставить людей прийти проголосовать Для этого нужна будет явно телевизионная реклама И поездки по дворам И, безусловно, будет интернет активно задействован Социальные сети И на это просто нужно время Поэтому в этом плане, может быть, небольшая отсрочка Действительно выгодна даже для всех участников Ну и в первую очередь, конечно, согласие, которое, как мы помним Потеряло своего главного лидера Нилу Шапонов В феврале месяце парижским дворам ездить очень не принято Да-да-да, не говоря об этом Хотя, конечно же, если снега нет То видны все ямы и дыры С другой стороны, если будет снег То будет снег плохо убирать Ну, то есть, в общем, непонятно, в какое время лучше ездить Но, наверное, чем ближе к весне и теплу, и к лету, тем лучше Третий момент Это, конечно же, очень выгодно согласию Это, в принципе, затянуть немножечко кризисные процессы в Рижской думе Но тут, конечно, тебе даже непонятно, кто больше выигрывает Согласие ли их партнеры, а именно партия, честь уже и тригивым С интересом наблюдаю уже, который день подряд за ситуацией в предприятии Рига-Сатекс Смотрите, по-моему, каждый день меняются члены правления, председатели правления В общем-то, в зависимости, кто приходит наработать Тот решение принимает Ну, и опять же, именно с 1 января держателем капитала муниципальных предприятий Стал исполнительный директор Думы господин Радзевич И поэтому сейчас, конечно же, у господина Бурова, мэра Риги У его соратника по партии Радзевич Ну, как бы именно в этой партии руки развязаны И поэтому мы понимаем, что почти полгода Ну, не полгода, это меньше, но все-таки будет еще какое-то время для администрации Но, по крайней мере, 2-3 месяца у них есть спокойно порулить Не знаю, с какими целями, какие решения будут приняты Но они сейчас командуют Ты думаешь, что этого времени ему хватит для того, чтобы решить свои какие-то насущные проблемы? Да, безусловно, и как минимум, опять же, это административный ресурс для рекламы Я уже говорила, что, по-моему, господин Буров разговаривает со мной из каждого утюга То есть я постоянно вижу какие-то его цитаты Что-то он открывает, перерезает ленточки или дает какие-то интервью Поэтому чем дольше ты мэр, тем больше о тебе говорят Я уверена, полгода назад господина Бурова вообще никто не знал в Риге Давай передадим привет начальнику его пресс-службы Ну, в принципе, да, достаточно этого эксперимента, например, с улицей Терапутас Которую сделали на один день пешеходный Кому-то понравилось, кому-то не понравилось Ну, все, да, говорят, обсуждают Так что еще пару месяцев мэр-новатор войдет в историю Ну, и последний момент, конечно, который тоже влияет на ситуацию Скажем так, с переносом сроков досрочных выборов Это те самые рейтинги Которые интересны Буквально в конце декабря СКДС опубликовал очередные результаты опросов И да, там были небольшие, как всегда, колебания в рамках одного месяца Но меня даже больше, наверное, зацепили изменения за год политических партий Тут, конечно, сразу говорю, что СКДС публикует рейтинг Ну, по крайней мере, данное исследование Это рейтинги по стране И они напрямую не коррелируются с ситуацией в Рижской думе То есть там будут немножко по-другому распределены голоса И в том числе просто потому, что структура общества другая В том числе в этническом аспекте Но тем не менее Если мы смотрим на тенденции за год, то мы видим, что у согласия рейтинг упал За 12 месяцев они потеряли 4% до 13-4 в декабре Это много Да, но может быть меньше, чем ожидали противники согласия Все-таки такие процессы, такие обвинения Ну, видишь, ты же... Даже утрата мэрского поста И тем не менее всего 4% Ну, как социолог ты прекрасно понимаешь Что на самом деле Если выборы действительно будут происходить завтра То это будет гораздо больше голосов Чем там 13-4 Потому что еще есть неопределившиеся Есть те, кто принимают решения в последний момент Да, и... Ну, то есть 4% От там... Сколько получается? 18% Потерять это много Да, это фактически только одна Нет, это много Я просто удивляюсь тому, что все-таки Рейтинг партии оказался все-таки достаточно устойчивым Не больше, я думаю, все-таки спасает отсутствие альтернативы До сих пор не нашлось ни одной другой русскоязычной партии Или нерусскоязычной, латышской язычной партии Которая бы нашла слова И которая бы нашла подход к электорату согласия То есть так или иначе, да, многие разочаровались И не поют голосовать Многие там... Вообще расстроились или обиделись Но для большинства все-таки это получается меньшее зло А ты не считаешь, что согласие для рижан превратилось в такой аналог нового единства для Латвии? То есть это партия начальства И люди всегда хотят голосовать за стабильность И в том случае голосуют за согласие, а не голосуют как бы за стабильность Ну, конечно, какую-то стабильность Столько лет, несколько, 10 лет Ушаков был мэром Она гарантировала, в том числе и рабочие места И все там были какие-то достижения Там, не знаю, детские площадки, школьные площадки Еще какие-то вещи За которые, наверное, рижане были благодарны мэру Но, в общем, так или иначе, они потеряли Но, говорю, их до сих пор согласие спасает И то, что они наплавают Отсутствие альтернативы Появится она или нет перед выборами Ну, большой вопрос Как мы уже упоминали Там ходят слухи, что и Мирский может как-то активизироваться Может Петерсел переродится Русский союз в Латвии Но, тем не менее, достойная альтернатива Которая завтра выйдет и скажет русским Ну, не только русским Ну, электорату согласия Как ты помнишь Нас все время ругают в политике согласия Что мы считаем, что их основной электорат русскоязычный Недостаточно учитываем их латышскоязычный Да, потому что давай сделаем оговорку Ну, вот люди традиционно голосующие за согласие Пока какой-то альтернативного предложения политического для них нет А с другой стороны, да То есть ты говоришь про административный ресурс Бурова И про надежды, которые связаны с оппозиционной партией Наверное, они связаны так раз с тем, что согласие во многом этот ресурс утратило Да И я могу предположить, что многие латыши-язычные избиратели Так раз голосовали за согласие Не потому, что они так, может быть, любили мэра и эту партию Или принципы, которые объединяли членов этой партии Но просто потому, что они голосовали за свою начальство За свою собственную стабильность Конечно, ну тут тоже посмотрим, что Буров еще будет делать То есть уже приняты какие-то решения Там поотменили год В общественном транспорте Еще будут какие-то потери, несомненно Вопрос, например, для электората согласия Это будет дополнительная мотивация пойти проголосовать до согласия Чтобы вернулся Нил или там кто-то из его последователей Этот Буров Или, может быть, наоборот, это будет очередным поводом Не пойти на выборы Потому что голосовали тогда вместе за список И Шакова, и Бурова, и Америкса А ведут себя все одинаково плохо Ну да Наверное, у Шакова действительно есть возможность Еще, как в свое время бывший советский Один из последних советских премьеров Рыжков Который говорил Вы еще вспомните это правительство Ну да, это было последнее правительство Когда они отменяли льготы И не было гиперинфляции Ну опять, мы по-прежнему не знаем Кто будет лидером согласия Там ходят самые разные слухи Ну как минимум называются 3-4 фамилии Домбровский, Лочмала, Владова Там Морозов есть такой Поэтому кто из них Ну понятно, что, скорее всего, не Нил И поэтому, возможно, этот рейтинг продолжит падать Давай посмотрим другие позиции Вторая, как всегда, знаете, конкурирующая Не конкурирующая, а связанные между собой сосуды Да, у согласия упало У национального объединения тоже упало за год Но гораздо меньше, не 4%, а только на 0,8% То есть, в принципе, можно сказать, что их аудитория Остается постоянной Что интересно, постоянно остается и аудитория Союза зеленых и крестьян То есть, на этих избирателей Которые традиционно голосуют за эту крестьянскую партию С традиционными ценностями Не повлияло ни то, что партия сидит В глухой оппозиции в парламенте Не то, что партия довольно плохо Ну, то есть, в Ирлической думе их вообще нет Да, в регионах они представлены Но все равно не так все стабильно Мы знаем, что происходит в Энспасе Правда, единственное, что я допускаю Что этот опрос проводился до того Как началась история с американскими санкциями Против господина Лембергса Но так или иначе, вот этих стабильных 8% Они имеют И это, кстати, очень интересный аспект А как ты думаешь, могло бы повлиять? Ты знаешь, ходят активно слухи Что партия попробует наконец-таки Заползти в Рижскую думу До этого у них не получалось Но тут, не знаю, господин Ирбанович Вообще пускал слухи, что чуть ли не сам Лембергс Собирался баллотироваться в Ригу Я не уверена Именно, что сам Лембергс захочет баллотироваться в Ригу Но то, что он может помочь кому-то Лично или вообще партия Может продвинуть какой-то интересный политический проект И так или иначе на уровне столицы он появится Это вполне допускают Как санкции должны повлиять на рейтинг партии, как ты думаешь? Очень трудно предугадать Потому что есть те, кто поддерживает А есть те, кто наоборот считает, что Лембергса обидели Надо поддержать Тут, возможно, рейтинг еще и вырастет Я не уверен, что позиция большинства жителей Латвии Совпадает с позиции латвийского правительства Которая очень обрадовалась, судя по всему Ну давай, да Закончу с партием То есть резкое очень снижение рейтингов У новых консерваторов Ну, в принципе, понятно Их министры как-то, кроме скандалов, ничем не заприметны Именно их министр возглавляет Министерство образования Где, как мы помним, в течение года было Идея о том, чтобы отменить бесплатный обед Младшим школьникам Сейчас пошла оптимизация школ Мы поговорим об этом, надеюсь, после темы с Рижской думы И упали рейтинги у либерального объединения Для развития Латвии за Вот вся эта инициатива с распуском Рижской думы Почему-то не добавила популярности министру Юрия Сапуца Точнее, может быть, лично ему и добавила А вот у партии падает Я думаю, на многом играет значение то, что все-таки так или иначе Видно, что операция по распуску Рижской думы идет со сбоем И, к сожалению, в очень многих вопросах Так называемые либералы уступают все-таки национальному большинству Мейнстриму Они не оказывают того сопротивления, которое можно было бы о них ждать Ну, по очень многим позициям Начиная от вопроса, не знаю, легализации однополых союзов Заканчивая какими-то другими реформами, которые они изначально обещали Но главная вишняка на торте Это, конечно же, новое единство Которое фактически единственная правящая партия У которой в уходящем Уже, точнее, в уходящем в прошлом году Рейтинг вырос с 4% до 6,8% И это для меня самая большая загадка То есть получается, что в латвийском обществе Действительно есть запрос на Скучную серую стабильность С таким же национальным душком Ну, это замечательно В принципе, стабильность, скучная стабильность Это на самом деле для обывателя то, что ему нужно И именно те страны, которые имеют в качестве правящей партии Такую скучную серую партию Они, в принципе, показывают достаточно хороший экономический рост И там меньше социальных проблем наблюдается Ну, по крайней мере, для европейского континента это характерно Но единственное, что, конечно, новое единство Хоть и у вас стало популярнее, но все-таки около 7% это не так много По стране много Понимаешь, еще буквально 3-4 года назад вообще были версии, что партия умрет Не сможет преодолеть никакой 5% Ну, у вас, как бы, я понимаю, есть две партии Она набирает популярность Можно считать условно партиями начальства Это СЗК и новое единство СЗК? Почему СЗК ты считаешь? Ну, потому что они в регионах хорошо представлены А, в регионах, ну да То есть, это как бы они региональное начальство А новое единство – это республиканское начальство То есть, на двоих они имеют сейчас примерно Ну да, у них есть у обоих административный ресурс На муниципальном или на старском уровне То есть, где-то каждый седьмой избиратель за них голосует И это есть, как бы, костяк Такой консервативный, наверное, достаточно Не склонный к экспериментам избирателей Где-то они пересекаются Недаром члены СЗК хорошо перебегают Новое единство, да Но, наоборот, пока нет Потому что СЗК сидит в позиции Ну, в принципе, наверняка А вот, действительно, представители крайней позиции Они хорошо сдали И это действительно интересная тенденция То есть, общество в Латвии пытается гравинизировать Какими-то темами, которым апеллируют Либо, не знаю, к национальным чувствам Либо какими-то там либеральным И, тем не менее, не получается То есть, народ Голосует головой, а не эмоции Да, но оно голосует не сердцем А голосует головой Ну, посмотрим Повторю, что это все-таки были рейтинги по стране И, возможно, в Риге ситуация другая Я с огромным любопытством жду опросов именно по столице Думаю, что скоро они появятся Чем ближе будут выборы Но, так или иначе, да Это информатное размышление Вторая тема, которую я бы хотела перескочить Вот я уже упомянула тут министра образования Каспажу Шуплинскую Буквально в эти минуты На заседании правительства Она должна представлять свое информационное сообщение Об оценке эффективности Оптимизации системы рижских средних школ По простыми словами Министерство образования Изучило, сколько же детей учатся В каждой средней школе Латвии Сравнило со своими нормативами И пришло в ужас, поскольку буквально Там только 40% школ Так или иначе отвечают стандартам О минимальном качестве учеников А в всех других школах наблюдается страшный недобор Вот Это, конечно, заставило министерство образования Вернуться к своей уже не новой идее О том, что систему школ нужно оптимизировать Точнее, закрывать пустующие школы А детей тогда отправлять учиться В соседние города, села Как-то организовывать, не знаю, может быть Дистанционное обучение Проблема в другом Это реформ То есть реформа-то на бумаге существует довольно давно Реформе оказывает сильное сопротивление самоуправления Которые, во-первых, не хотят этого Потому что они понимают, что они не станут популярнее От этого у себя на селе Ну, если ты закрываешь школу у себя в городке А детей отсылаешь учиться за 100 километров куда-нибудь Во-вторых, понятно, что школа так или иначе Это какой-то центр деловой, экономической, административной активности Поскольку там работают не только учители Он там есть и повар, и сторож, и администрация То есть он просто создает рабочие места Опленная инфраструктура в том числе И, опять же, если ты отсылаешь детей в другую школу То, значит, там включается такая система взаимовыплат То есть одно самоправление должно платить деньги налогоплательщика В другом самоправлении, если там учатся эти деньги Ну и понятно, что ни одно самоправление отдавать деньги Какому-то другому самоправлению тоже не хочет Но Министерство образования, как бы, кажется Решило найти управу на самоправлении Но, говорю, хочет изменить вот те самые минимальные стандарты По ученикам для каждой школы И если до сих пор это было, по-моему, 90 учеников Должно быть как минимум учиться в старших классах То вот новый план министерства Вот у меня он перед глазами Это то, что в больших городах, как Рига, Далгополь, Слепа, Елгова В старших классах 10-12 То есть должно учиться 120-150 В административных центрах Это Адыжи, Саласпилс, Юрмала, Олэн и Марупы 90-120 В провинции 45-40 И в маленьких городках, которые находятся недалеко от внешней границы Юросоюза В общем, имеется в виду Латгалия Достаточно 25-30 И, опять же, в министерстве тут же прикинули Сколько школ соответствуют этим новым будущим критериям Сколько нет Оказалось, что 139 школ соответствуют, 123 нет Ну, простыми словами, вроде как, министерство образования считает, что 123 школы нужно закрыть Или там объединить с чем-то другим Ну, то есть они не жизнеспособны Что будет дальше? Ну, пока это выглядит так, что действительно министерство образования просто еще больше подталкивает неизбежный процесс депопуляции Потому что как бы не популярна ни была реформа, которую предлагает министерство образования Она является жизненной необходимостью Нет, но тут вопрос, на самом деле, что важнее Сэкономить деньги, либо действительно сохранить какие-то, как ты говоришь, центры активности Образовательной, культурной деятельности Образование-то плохое на селах, понимаешь? Мы постоянно читаем новости о том, что там нет учителей физики, химии То есть эти все маленькие провинциальные школы, помимо того, что у них там страшные недоборы Даже в отдельных случаях нет отдельных классов Они не могут обеспечить вот этим детям полный пакет услуг У тебя нет учителей химии Это уже, наверное, проблема, которую можно было бы решить, если очень захотеть Но это вопрос денег, конечно Это очень большая реформа Опять же, вспомни, недавнее решение латвийского правительства Которое решило, что оно больше не будет выплачивать кредиты студентам Которые учатся на стратегически важных профессиях Вот как раз-то учителя, воспитатели детских садов То есть, по-моему, пока государство делает все возможное Чтобы в ближайшее время лишних учителей химии и физики у нас не получилось Все-таки есть еще понятие доступности образования, которое государство обязано обеспечить Это следует не только там из латвийских законов, но и международных норм Конечно, и это, кстати, на что ссылают в самоправление И вот этот вопрос о том, что является пропорционально и непропорционально данным Ну, допустим, в Эстонии есть правило, которое касается того, сколько ученик должен тратить на дорогу Вот, например, в классе хотя бы 80 человек не должны тратить на дорогу больше часа Это и на уровне основной школы И если, допустим, у нас все-таки ситуация, когда, как ты говоришь, нам будут за 100 километров ездить Ну, конечно, это явно будет означать, что даже основное образование будет для каких-то детей недоступно Ну, это то, что ссылает в самоправление, что если и дороги плохие, и транспорта нет И нет там общежитий или каких-то гостиниц, где дети могли бы поселиться, ну, хотя бы, например, на учебную неделю Вот, ну, а с другой стороны, поддерживать искусственно жизнь в глухой-глухой провинции Это, наверное, тоже не вариант И другая вещь, это все-таки последний класс образования То есть, ну, в Эстонии это называется гимназический класс, у вас немножко по-другому, по-моему, называется Там понятно, что там это уже необязательная ступень То есть, там считается у нас, возможно, и в интересах качества образования Как бы более концентрировано создавать, сеть как бы ужимать Ну, в Эстонии, скажем, есть такая гарантия, что в каждом уезде должна быть хотя бы одна гимназия Вот, гимназистов у нас 15 Ну, видишь, не будем забывать, что у нас сейчас параллельно проходит административная реформа Опять же, руками уже упомянутого сегодня господина министра Юрия Сапуция И, в принципе, она направлена на укропнение административных регионов То есть, так или иначе, мы идем действительно к системе, когда у нас там будет 4-5 крупных городов Еще, не знаю, 10 каких-то крупных административных центров и пустота Ну, да, вот я вот действительно вот это не понимаю То есть, понимаешь, когда речь идет о первых классах школы То все-таки эти школы должны быть везде, они должны быть в доступности Они должны, ну, это там, где будет лечь как бы их общественная жизнь Потому что школа – это же и только образовательный процесс Нет, ну, как раз, например, какие-то начальные школы и останутся Все-таки речь идет именно о средних школах здесь, да Ну, понятно, что когда, по мере того, как ребенок будет расти, они либо задумываются о том, что вот они уже больше не могут себе позволить жить на хуторе Либо они даже вместе с ребенком переезжают в какой-то один из крупных городов Ну, то есть, так или иначе, внутренняя эмиграция в стране будет обязательно И вот эта реформа, точнее, план оптимизации школ, он только подтолкнет ее Плохо или это хорошо, не знаю, но это неизбежность, это наше будущее Отрицать вот эту реальность и говорить, что мы нарожаем или мы завезем Ну, пока что мы опять же, наши правительства делают все, чтобы к нам лишние люди не приезжали из других стран Ну, это глупо, это себя обманывать Поэтому, говорю, какие бы смешанные чувства я не испытывала и к нашему министру образования, вот к этому документу, который я вчера читала и даже писала статью для Дельфи Я понимаю, что это реальность Вот у нас сейчас такая демографическая ситуация И сопротивляться, как это делают многие соуправления Ну, хорошо, может быть, какие-то соуправления смогут спасти свои школы, что-то предложить этим детям Или, может быть, старшеклассников только куда-то отвозить и спасти, по крайней мере, первые 3, 5 или 9 классов Но, тем не менее, чем давать детям плохое образование, лучше придумать, как давать им хорошее Но одно другому не мешает, на самом деле Даже в небольшой школе можно организовать учебный процесс достойным образом Ты сама используя слово депопуляция То есть, действительно, эти процессы сильно ускорятся То есть, мы понимаем, что население Латвии уменьшается, что происходит обездюдивание, естественно Как естественный процесс Но данная реформа, она только подстегнет эти процессы И совсем неизвестно, к чему это приведет Ведь мы же говорим об укрупнении, мы говорим о концентрации Мы говорим о концентрации этих ресурсов в каких-то там центрах Но, на самом деле, все ли там хорошо продумано и подготовлено? Нет, наверное, это вопрос, опять же, тем же представительством управления Но ты не можешь искусственно удерживать и поддерживать школу Если у тебя в этом же городке или в этой же деревне нет рабочих мест для родителей этих детей То есть, это очень связанные вещи Я думаю, что на самом деле родители уедут раньше, чем закроют школу Но родители скорее уедут, если закроют школу, даже если у них есть работа Посмотрим Что же, мы должны уйти на рекламную паузу, но мы обязательно вернемся Добрый день В эфире программы «Есть тема» в студии ведущие Александра Полищук и Вадима Полищук И в первой части программы мы по традиции говорили о событиях в Латвии Сейчас мы, опять же, по традиции поговорим о событиях в мире Ну, тема, понятна, которую мы хотим обсудить, это Иран Вот убийство иранского генерала Касама Сулеймани Сейчас, наверное, сам обсуждаемая тема, сам обсуждаемый вопрос Как ты думаешь, что нам ждать? Этого не знает никто на самом деле, потому что ситуация развивается очень быстро Но если ты не против, мы могли бы просто поговорить о ситуации на Ближнем Востоке Чтобы убийство Сулеймани поставить как бы в контекст исторический, географический Геополитический, конечно То есть, ну, понятно, что Иран все последние годы на слуху То есть, он был в новостях Но, на самом деле, про Иран мы говорим особенно много Начиная с Иранской революции Которая стала как бы вызовом для всем обычным представителям Как должны развиваться страны Третьего мира То есть, там вместо обычной Третьего мира, может, какой-то диктатуры В более-менее степени ориентированной на Западный мир Или на Советский Союз Или же, наоборот, на демократический режим Пусть и там недостаточно, может быть, стабильный Как в некоторых странах Третьего мира тоже тогда наблюдается Например, в Индии Там возникла совершенно уникальная ситуация Когда в результате революции был построен теократический режим Где именно стали много говорить об исламе тогда Когда, ну, в принципе, ислам это не было самой модной темой Как сейчас Вот И, конечно, Иран, он выстраивал свои определенные отношения Со всеми основными геополитическими игроками и региональными игроками И фактор Ирана всегда был очень важен Потому что это очень большая страна Ну, сейчас там, например, живет более 80 миллионов человек И ситуация в Иране, она очень сильно влияет на всю ситуацию на Ближнем Востоке А это, главное, пороховая бочка для мира и для Европы, конечно То есть это нам тоже очень интересно Вот Ну, если какие там пары можно провести Скажем, Иран-США Отношения безумно плохие всегда Были с самого начала революции И становится только хуже и хуже И, действительно, если при Обаме была попытка каким-то образом решить проблему Ирана Которая тогда как бы обострилась Именно из-за того, что Иран подозревали, наверное, небезосновательно бомбиться Создать собственное атомное оружие Ядерное оружие Была заключена, как ты помнишь, специальная сделка Активное участие Для заключения данной сделки приняли также дипломаты Европейского Союза Но Трамп, когда пришел к власти, он решил переиграть ситуацию И стал оказывать давление для того, чтобы заключить новую сделку Почему? Потому что, в принципе, одна другая страна Очень важная региональная страна И, как считается, самый верный союзник США в регионе И союзник Европы в регионе Это Израиль Который был крайне доволен этой сделке Почему? Потому что Иран рассматривается в Израиле Как угроза для безопасности Постоянная и очень серьезная И, конечно, любые попытки, допустим, создания ядерного оружия Воспринимается в Израиле именно как попытка создать оружие Которое сможет уничтожить это государство Есть взаимоотношения Ирана с Сирией Которые являлись достаточно верными союзниками Почему? Потому что Иран, кроме того, что он является страной теократической С фактором ислама, он еще является страной шиитской То есть есть два направления основных в исламе Шиизм и сунизм И, конечно, постоянно идет конкуренция То есть, если, допустим, негласными лидерами суннитского мира Иран является Судовская Аравия, очень богатая Но не очень, может быть, военная серьезная сила То Иран является лидером шиитского мира И во многом тоже между ними идет конкуренция И тоже в рамках сирийского, шиитского, суницкого Вот этих всех взаимоотношений сложных Фактор исламского государства, с которым всем миром боролись Именно последние годы Но это был так раз именно суннитский Ну, подожди, как раз Сулеймани-то, по-моему, и боролся с исламским государством Да, да, это был так раз суннитский проект Чей тоже другой вопрос И наиболее эффективными на земле Как бы тем, кто боролся с этим проектом Считается из местных по камере сил Это были так раз именно различные шиитские ополчения Связанные с Ираном Также сирийская армия, которая поддерживалась с Ираном Ну и на данный момент, как ты знаешь Там есть ситуативный союз между Турцией, Россией и Ираном В поддержку Сирии и режима Сараасада Вот Но вот этот Сулеймани, который действительно Очень большую роль играл именно в деле по борьбе с исламским государством Он был также тем человеком, который, как считается Организовывал, помогал, развивал два проекта Две организации поддерживал Которые связаны с Палестиной в Израиле И которые Израиль опять-таки рассматривает Как угрозу для своей безопасности Поэтому, несмотря на свои заслуги, может быть, для борьбы с исламским государством Он по-прежнему, скажем, для Израиля, для некоторых других сил Которые разделяли озабоченность Израиля Рассматривался именно как крайне опасный деятель Ну и последней, наверное, каплей, которое привело к его уничтожению Стали успехи Ирана в Ираке А в Ираке шиитское большинство Оно пришло к власти после свержения Саддама Хусейна После того, как новым Какое-то подобие выборов было позволено Американцами провести в этой стране И американцы сейчас, конечно, с удивлением Видят Видели все последнее время, что они утрачивают Контроль над этой страной Ну и, как ты знаешь, архитарский парламент Прогласов вообще забыл от американских войск Из страны И, видимо, утрата этого контроля Это то, что сейчас волнует Белая Дома А ты понимаешь логически, зачем Трамп отдал приказ Убить этого генерала? Вряд ли только для того, чтобы порадовать Израиль Ну, Израиль наверняка был один из факторов Конечно, американс... Это выглядит как большая вселенская провокация Сирийские слишком великие Американцы действовали в своих собственных интересах Одним из тех, кто лоббировал решения по Сулеймане Судя по всему, были, конечно, израильтяне Израильское лобби Которые рассматривали этого человека как угрозу Безопасности Как человека, который поддерживает те организации Которые направлены против безопасности Израиля То есть, мы можем соглашаться с таким видением ситуации Или не соглашаться, но это так Вот С одной стороны С другой стороны Мы знаем, что у американцев большие проблемы в Ираке Они все время нарастали И увязывались эти проблемы непосредственно с влиянием Ирана И так раз этого господина Сулеймани И формальным как бы триггером этой ситуации было Как бы то, что американское посольство вообще оказалось в Багдаде В осаде И Но тем не менее, в принципе, ни они первые, ни они последние Таких случаев было много Даже за последние годы Вот То есть, как бы реакция именно, что это реакция на ситуацию вокруг посольства Это выглядит не очень убедительно То есть, видимо, там был какой-то комплекс причин В том числе С одной стороны, вроде бы считается, что Трампу невыгодна Война сейчас накануне выборов Но, конечно, мы знаем про американскую традицию Маленьких победоносных войн и кануне выборов Мы знаем, что Трамп очень внимательно относился к озабоченностям Израиля Мы знаем, что он поддержал Израиль даже там, где не поддержал вообще никто больше Например, признал аннексированные голландские высоты Голландские высоты Как территорию Израиля перенес посольство в Иерусалим Совсем немного государств это сделало Вот, с другой стороны, ему нужно Как президенту США показывать себя крутым руководителем И он чувствует, что с Ираном ничего не получается И вот он решил несколько, так сказать, ускорить процесс Но у него получается показывать себя крутым руководителем Вот я буквально читаю новость BBC Что глава Пентагона Марк Эспера Опроверг слова президента США Заявив, что американские воины не собираются наносить удары По историческим культурным объектам в Иране Не говоря уже про демократов, которые готовят резолюцию Которая будет ограничивать права президента США Шаг как раз таки в том, чтобы развязать маленькую войнушку Но это внутриамериканские разборки Которые никак не влияют на то Это значит, что у него нет поддержки даже его команд Ну, не его командами Всего государства Соединенный Штат Аминьки на данный момент является страной с расколотой элитой И поэтому мне трудно представить Практически нет вопросов, по которым демократы и республиканцы Не придерживали различных позиций Вот, но в принципе все понимают, что И это еще понятно было во времена Обамы Это понятно было и потом, когда Трамп решил пересматривать сделку с Ираном Что легкой война с Ираном не будет Первый момент Второй момент Иранцы должны как-то ответить Сейчас все надеются, что они как-то не могут ответить Но так что-то не приведет к эскалации И вообще к войне большой Ну, здесь, конечно, очень много чего зависит от Ирана То есть Ирану, конечно, тоже воевать не нужно Они и так находятся в достаточно сложном положении В том числе экономически И огромная страна То есть они, наоборот, пытались выйти из санкционного режима Как бы нормализовать свое положение Как бы обычного Ну, сказать, стать как бы нормальным членом международного сообщества У них вроде бы начало даже это получаться Но сейчас, как бы, из-за позиции Трампа большой регресс Ну, хорошо, предположим, у Америки есть какая-то мотивация По крайней мере, у президента Трампа есть какая-то мотивация ухудшать ситуацию Я не понимаю другое В чем заинтересованность НАТО и Евросоюза подыгрывать сейчас Трампу? Достаточно посмотреть заявления, что европейских лидеров, что руководство НАТО Да, они все поддерживают Вашингтон Зачем? Они что, не понимают, что если, не дай Боже, случится война То те самые беженцы из Ирана В первую очередь побегут в Европу Ну, там есть такой момент, что Там всегда пытаются Разные темы Как бы отделять одно от другое То есть не давать Оценку ситуации в комплексе То есть Это то, что случилось В Совете Безопасности ООН Когда вот россияне, как известно, заблокировали резолюцию Потому что они вроде бы, конечно, согласны Что нехорошо брать в осаду посольства иностранных государств С одной стороны А с другой стороны, они сказали А почему вы не осудили удар по Сулеймане? Европейцы тоже вроде бы удар Сулеймане, они не считают его хорошим человеком Но они, правда, не считают его террористом Отличие от американцев Вот Но с одной стороны С другой стороны, они, конечно же, не хотят, чтобы была война И поэтому призывают Иран к сдержанности То есть такая у них немножко шизофреническая позиция Потому что они понимают, что тут два разухарившихся деятеля Как бы выступают Причем один из них Ну, наверное, считает, что как бы ситуация плохо бы не складывалась Но американский интерес, если пострадает, то незначительно А для Ирана, ну, на кону может быть его собственное существование По крайней мере, существование режима, который там есть Поэтому для них это все намного серьезнее И они теперь пытаются убедить, как бы, Иран проявить сдержанность Вот И это, вообще, конечно, очень интересная позиция С учетом того, что американцы отменили, по сути, для себя сделку Один из стран ввели заново санкции Запретили покупать иранскую нефть И другие какие-то там ввели торговые ограничения Европейцы попытались эту систему обойти Даже создали большим трудом специальный механизм По обхождению американских санкций Но, если верить американским газетам Этот механизм не заработал То есть, как бы, в данном случае Европа Хотя они очень хотели Именно иранскую сделку оставить в качестве главного достижения Именно европейской дипломатии Именно как дипломатия объединенной Европы До времен Маггерини Получается, что все посыпалось То есть, ситуация резко деградировала И им нужно, конечно, европейским странам нужно выбирать сторону Ну и они, конечно, традиционно будут поддерживать скорее США, чем Иран Потому что Иран совершенно не симпатичен по понятным причинам С одной стороны, с другой стороны Любая эскалация насилия угрожает интересами Европы больше, чем Америки Потому что для американцев, да, это может быть угроза потери лица Может быть какие-то перебои с доставками углеводородов Но для европейцев это намного все серьезнее Хотя бы потому, что они ближе А кто может поддержать Иран? Это я так полно подвожу А что думает Путин? Ну, позиция Кремля и позиция Турции Здесь, наверное, интересно Потому что это те страны, которые как бы являются союзниками В сирийской войне И если Эрдоган заявил президент Турции Что, конечно, ответ будет Он это понимает То заявления, которые сделала Москва Они такие скорее примирительные Насмешливо-примирительные, я так же сказал бы То есть поскольку у нас еще тут Твиттер Твиттер и Фейсбук Дипломатия сейчас действовала Ну, то есть все пытаются не нагнетать Потому что большой войны никому не надо Никому не нужно И судя по тому, что, видимо, даже Пентагония Не настроена слишком агрессивно Судя по последним заявлениям Наверное, есть шансы, что и войны не будет То есть больше скорее не будет, чем будет Ну, в принципе, если смотреть недавнюю историю Кризисы такого масштаба уже были Потому что каждый раз так кажется Что вот так-то плохо никогда не было Но, наверное, это не так Ну, почему? Ну, когда Обама серьезно задумывался о том Что вмешаться в сирийскую войну То тоже нам казалось, что мир может быть на грани Начала крупномасштабной войны Ну, не регионального уровня Но тогда тоже обошлось На грани фола играл Трамп В Северной Корее Тоже обошлось Все-таки, видимо, пост президента США предполагает Необходимость время от времени куда-нибудь пулять И кому-нибудь угрожать кулаком Ну, Трамп явно не тот человек, который Мои эти военные игрушки интересны Он бизнесмен, а деньги любят тишины Тишину Будем на это надеяться Знаешь, мне хочется закончить нашу программу Все-таки чем-то хорошим Вот Из всех относительно хороших новостей Что я прочитала за последнюю неделю Это была новость о том, что Голландия не хочет, чтобы ее дальше называли Голландией Как ты думаешь, почему им так не нравится это слово? Для меня это в некотором роде загадка Потому что они почему-то считают, что слово голландский Это ассоциируется с проституцией, красными фонарями Ничего подобного Меня ассоциируется с голландским сыром Да, у меня, честно говоря, тоже И я как человек, который некоторое время Пожил в Голландии Был у меня такой эпизод в карьере Мне казалось, что наоборот Голландцы – это как раз тот народ, которым Есть очень длинный список товаров, услуг, исторических И каких-то прочих моментов С приставкой голландский Которые могут вызывать уважение Для гордости Но слово голландский все время не нравилось Эстеблишмент Потому что В принципе Там же есть такой интересный нюанс Что Голландия – это всего лишь одна из провинций Вернее, две провинции – северная и южная Голландия Если я правильно помню И поэтому, конечно, королева Нидерландов Всегда настала, что она королева Нидерландов А не какой-то там одной провинции Но, с другой стороны, ребридинг – это вещь не новая Грузия Грузия хотела себе ребридинг сделать Да, им очень не нравилось, что их называют Грузией В некоторых странах Потому что это вроде как русское слово Но, на самом деле, это не русское слово Это русифицированное персидское слово А они предпочитают слово Георгия Но Георгия – это тоже персидское слово А Георгия – вообще штат в Америке Кстати, Георгия как Грузия – это от слова Не от слова Георгии, как можно предположить И как называется штат в Америке в честь короля Георгия Но переименование стран – это вообще такая фишка Стран третьего мира, или недавно освободившихся Или которые были в колониальной какой-то другой зависимости Которые почему-то считают, что нужно переименоваться Или избавиться от того названия, которое было раньше Но последний пример на встречу – это была Бирма с Таламьянма Так кардинальненько, в принципе, можно не узнать В принципе, Бирма – это было название, которое использовали не сами жители А которое использовали для страны люди, которые находились извне Кондивуар, я знаю Кондивуар, кондивуар, да Просто, в принципе, переводили на все языки Потому что, в принципе, берег слоновой кости А они там правящая партия постановила Нет, пускай везде будет только кондивуар И все как-то подчинились, потому что всем, в принципе, было наплевать Вообще-то странно Потому что, как представишь, сколько беспокойств из-за этого И новая документация Новые адреса и прочее То есть... Просто дорого Да, но в данном случае все-таки все знали, что Голландия – это неофициальное название страны Нидерланды Поэтому, если ты напишешь Голландию на конверте, все равно письмо дойдет То есть, они как бы не хотят... Да! Дойдет в Нидерланды То есть, на самом деле, ничего не случится То есть, они просто не хотят никогда использовать сами это слово для того, чтобы как бы не способствовать тому, чтобы оно оставалось на плаву Но думаю, что в данном случае сила привычки может даже победить намерения даже самые благие, как бы мы их не оценивали, руководство Нидерландов Ну, кстати, одно дело переименоваться так глобальненько, а другое дело даже просто настаивать на какой-нибудь форме написания Вот я знаю, эта история знаменитая про Таллин, да, 2N или 1 Мы там, когда даже работаем на латвийских интернет-ресурсах и латвийских СМИ, все равно всякие раздумываем То ли 2 писать, то ли 1, потому что в России пишут 1N в конце В России пишут, они настаивают на том, что это правило То есть, Эстония настаивает на том, что оно должно определять правило транслитерации географических названий на иностранные языки Но поскольку русский язык не имеет статуса государственного в Эстонии, то, видимо, их поползновение спорить с академическим словарем русского языка, изданного в Москве, это несколько самонадеянно Но у нас есть своя традиция Это просто в свое время, это был какой-то один из моментов, который во время борьбы за независимость считался важным Сейчас это, в принципе, уже не считается важным, но привычка настаивать на Таллине с 1N осталась Ну, а если ты где-нибудь в Эстонии напишешь «Таллин» с 1N, тебя сразу заподозрят как российского шпиона? Ну, не знаю, но, с другой стороны, мне кажется, более забавно здесь то, что при этом и эстонцам, и том числе и эстонским властям, совершенно все равно, как это пишется на других языках Но они же не пристают к Латвии с тем, чтобы они по-другому писали слово «Таллин» Ну да, мы вообще пишем «Таллина», мы вообще на женском роде Да, да, то есть, ну, в Литве там есть много стран То есть, для них, как бы, именно в русском языке важно Это так же, как вот Беларусь, Беларусу очень настаивают на том, чтобы россияне их называли не Беларусь, а Беларусь Потому что они считают, что что-то вот есть в слове «Беларусь» такое вот от ремонта большого брата, от ремонта зависимости, от «теперя независимая страна», вот «республика Беларусь» и точка Хотя, с другой стороны, в русском языке «Беларусь» и «Беларусь» это одно и то же, более того, с точки зрения этимологии абсолютно одно и то же Хорошо, да, вот на этой оптимистичной относительно ноте мы и закончим сегодняшнюю программу Это была программа «Есть тема», в студии были Александр и Вадим Полищук, но услышимся через неделю, до свидания До свидания